В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной работы за отчетный период. На совещании начальник управления МВД России Люберецкая Евгений Романцев призвал граждан к бдительности. Участились случаи дистанционного мошенничества. Если поступил звонок о блокировке карты или снятии денежных средств, лучше сразу обращаться в отделение банка или в правоохранительные органы. Доложили и об обстановке на территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. Пожарно-спасательное подразделение гарнизона совершили 56 выездов. Из них 4 выезда на тушение пожаров. Из них в городском округе Держинский один по повышенному номеру складское помещение и три в городском округе Люберцы. Также принимали личный состав участия в обеспечении безопасности на выборах по нашей линии без происшествий. Прошедшие выходные для силовых ведомств и экстренных служб выдались тяжелыми. Личные составы обеспечивали безопасность граждан на дне города, в котором приняли участие более 70 тысяч человек, а также в единый день голосования. Явка избирателей составила более 22%. Избрано 32 депутата. Мандаты распределились следующим образом. 26 достались партии «Единой России», по одному КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» и три мандата самовыдвиженцем. Также о проделанной работе доложил руководитель управления ЖКХ округа. В этом году запланирован ремонт в 135 МКД. 79 из них уже готовы. Продолжается реализация программы губернатора по увеличению безопасности использования жителями газового оборудования. Администрации в муниципальном жилфонде производится бесплатная установка датчиков загазованности. На данный момент у нас установлено уже 2508 датчиков. Каждый житель может обратиться в свою обслуживающую компанию «Единой Кон» за разъяснением, установкой. В проделанной работе за прошедшую неделю отчитались сотрудники дорожного хозяйства, здравоохранения и представители спорта.